Сейчас мы очень плотно погрузились в вопрос социальных архитектур. Умные слова, попытаюсь их расшифровать, простите, что опять же говорю как от научной организации в данном случае, но фактически мы рассматриваем социальные архитектуры как формирование определенного дизайна социальной среды, который позволяет формировать определенные возможности для поведения конкретных целевых групп, аудитории и так далее. То есть создание условий, если простыми словами, для реализации потенциалов в тех или иных направлениях. Сейчас в чем есть проблема? По нашим исследовательным опросам, более 46% молодых людей хотели бы иметь свое дело, включая и предпринимательские проекты, и общественные проекты, и любые иные. То есть свое дело, понятие более широкое. При этом лишь 13% имеют более-менее конкретные планы, как и что они хотят. Это большая проблема, это запрос к нам, в том числе к общественникам, каким образом ввестить, вовлечь, интегрировать в имеющиеся сетевые структуры, начиная с РДШ, с школьного уровня, продолжая в студенческие годы, конкретно какие-то общественные сетевые и прочие организации, либо предпринимательские. Но, опять же, есть другие проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись. Вот сейчас про виртуальное пространство началось обсуждение. По нашим исследованиям, количество контактов в записной книжке увеличивается, количество контактов в социальных сетях увеличивается, но количество глубоких социальных связей уменьшается. Количество тех людей, которых могут назвать на самом деле друзьями, становится несколько меньше именно друзьями, которым вы доверяете. Перестаем доверять, да. Да, вот про доверие как раз, я продолжаю эту тематику. Да, возможно, я вас погружаю немножко более такими фундаментальные вещи, изменений общества, но это происходит через что? Не просто само по себе, это происходит через определенное формирование определенных архитектур, устройств общества в разных-разных отраслях, в разных сферах, в разных аудиториях. Действительно, сейчас есть большие проблемы, что восприятие школы, оно изменилось. Кто виноват? Вопрос. Что делать? Тоже вопрос. Аналогичная ситуация по вопросам, связанным с волонтерством и добровольством. Да, смогли, ну, будем честны, уже смогли сдвинуть ситуацию, которая была совершенно иной. Это социальная практика, которую мы в России сейчас уже накопили до такого уровня, до такого качества, которым, наверное, следующим этапом нужно начинать делиться с миром. И в этом случае мы способны занимать не только позицию, когда мы берем, копируем что-то, пытаемся догнать то, что у нас часто происходит. Будем честны, в молодежных проектах тоже такое случается нередко. А начинать делиться с другими. Это вопрос создания своих архитектур еще. То есть, другая история связана с тем, что многие часто слышат про международные практики. Но чаще всего слышат про возможность поехать в какую-то страну. Но очень мало кто занимается приемом у нас, у нас, именно на прохождение волонтерства, практики и так далее. Да, это уже чуть-чуть есть, значит, никто не обидится, там, как будто, может, лично задену. Но по факту, именно как системная практика, это отсутствует. А это что? Это возможность для нас создать свою архитектуру добровольческой деятельности в международном масштабе. Те же проекты Change.org, да, это действительно определенная сообщество, это определенная практика, которая может формировать архитектуру социально активных людей, которые используют интернет. Не обязательно именно через этот ресурс. Ресурсов много, разные. Есть у нас активный гражданин, сердитый гражданин и многие другие онлайн-граждане, которые выполняют свою… У каждого уважаемого человека своя онлайн-платформа. Да, ну, я, опять же, стараюсь, надеюсь, никого опять не задену, у меня бывает иногда. Я думаю, что, смотрите, это более-менее объективно, у всех разные плюсы и минусы и так далее. Но есть запрос на индивидуализацию подходов. Мы, конечно, создаем эти истории, но вопрос, какие у нас есть другие, может быть, забытые, может быть, давно существующие, но мы о них забываем. КВН, да, это практика, которая не только внутрироссийская, но и многие страны постсоветского пространства, да и не только, они знают, что это такое. Да, у нас есть, это наш проект, который может и дальше использоваться не только для своей ключевой задачи, но и более широких историй. Мы эти практики зачастую не используем в полной мере. У вас у каждого есть в рамках своей деятельности общественной организации, есть уже накопленные возможные практики, которым можно было бы, а, поделиться и просто подарить всем окружающим в других регионах, в других территориях. Не все к этому, к сожалению, готовы. Меня в свое время, мне повезло, у меня в течение получаса один уважаемый уже бывший замминистр объяснял, почему нужно делать так, чтобы твои идеи воровали. Я серьезно говорю, мне он полчаса это объяснял, я ему за это очень благодарен. Но это действительно так, это нормальная ситуация, когда вы делитесь, кто-то другой повторяет, продолжит ваше дело супер хорошо. Не все к этому готовы. Если коллеги из Росмолодежи в продолжении проекта или диалог на равных, либо других поддерживают, может быть, нам стоит собрать конкретные видеоуроки с точки зрения, каким образом можно было бы условно украсть проект и сделать такой же у себя. Некоторые на это готовы. Я готов про наставничество это рассказывать, к примеру. То есть, как вы могли бы сделать копию у себя в районе, в своем регионе, не хотите встраиваться в другую организацию, не вопрос, делайте свою. Но эти практики, которые могли быть также полезны и миру, это про вопрос тиражирования вот этих архитектур. Другая история связана с тем, что, допустим, Евросоюз, очень сильно развитая практика, связанная с амбусменами. У нас, да, есть определенный набор амбусменов, но если мы сравним то, как мы это взяли для себя, у нас есть совсем наверху утверждаемая определенная перечень людей по конкретным тематикам. Если же посмотреть на то, как эта же ситуация сформировалась в Евросоюзе, количество амбусменов по каждому вопросу достаточно велико. И это целая сообщество, целая практика, но она понятна для граждан, и люди понимают, как ее использовать. То есть, нам точно таким же образом, у нас есть отличия волонтерства, добровольства, даже здесь есть некоторые нюансы, отличия содержания на самом деле. Точно такая же ситуация, есть наставничество, да, понятное для многих слово, но есть слово-менторство, смысл разный на самом деле. Если словарик, посмотри, мы просто делали специальную экспертизу лингвистическую, устал доказывать коллегам, что это разное, очень было тяжело. А есть еще коучинг. Да, вот я как раз к этому интересному. Дальше, что происходит? Мы очень часто перенимаем, как раз, вот прямо угадал, мы очень часто берем чужие практики, бездумно их себе применяя, но не только применяя, зачастую нами через них управляют. Есть примеры, недавно один из уважаемых бизнес-тренеров, который пропагандировал идеи, связанные с НЛП, тренинги которого проходили многие, кстати, политические консультанты, эксперты, в России, к счастью, есть закрыт. Но таких ситуаций очень много, когда есть огромные тренинговые платформы, площадки, мероприятия, когда приезжает человек, не имеющий профильного образования, не имеющий профильного опыта, практического я имею в виду, не имеющий даже хоть какого-то понимания, что у него будет за контент. Человек делится своей информацией непроверенно, и зачастую нам неизвестно, откуда это сделалось. У людей, участников подобных мероприятий и форумов, возникает очень высокая мотивация. Да, действительно, это так, есть возможность замотивировать практически любого человека через массовые групповые мероприятия. Это специалисты, кто там с педагогией, психолог, я думаю, понимает, о чем я говорю. Но мы сейчас фактически берем чужие практики, не заменяя их своими зачастую, а помимо этого мы не делимся своими за рубеж. И здесь мы вчера на конгрессе соотечественников обсуждали одно из предложений, которые вынесли. Возможно, Россия не имеет огромных денег, чтобы раздать всем гранты по всему миру. Возможно, мы не имеем возможности раздать там все компьютеры, всем странам сами произвести их. Но у нас есть интеллект, у нас есть знания, у нас есть уже готовые социальные практики, которые мы можем делиться с миром и создавать не только внутренние, но и международные практики. И здесь мы подняли вопрос возможности, чтобы представители ключевых общественных организаций, заинтересованных, готовы были бы выступить в качестве наставников для англоязычной аудитории, менторами, при тиражировании различных добрых, хороших проектов во всем мире. Это, опять же, один из примеров того, как мы можем конкурировать в мировом пространстве. Это взаимное обогащение будет. И, опять же, все-таки показать, что мы не только замкнуты внутри своего сообщества.